Зверинцу не место в квартире, решили депутаты Госдумы. Народные избранники вышли с инициативой ограничить количество домашних животных в многоквартирных домах. Регулировать численность предлагают региональным властям. Подробнее об этой и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Количество домашних питомцев в квартире хотят ограничить. Регулировать численность предлагают региональным властям. По словам авторов инициативы, на данную мысль их навели многочисленные жалобы от населения. Ведь порой владельцы питомцев буквально превращают свои квартиры в зверинцы, развивая тем самым антисанитарию. Новые нормы содержания четвероногих предварительно должны пройти общественные слушания, так как подобные проблемы часто упираются в мнение защитников животных. По мнению авторов закона, если у кого-то есть желание содержать 20 кошек и еще больше собак одновременно, не стоит делать это в обычной квартире многоэтажки. Нужно купить или построить более подходящее жилище для своих питомцев. Идею ликвидации микрофинансовых организаций продвигают депутаты. Основная мотивация – недобросовестность ряда компаний, дающих кредиты гражданам под огромные проценты. Если создавались такие организации прежде всего для помощи малоимущим, то на деле данные категории граждан фактически обирают. Чаще всего среди жертв микрокредитования встречаются пенсионеры и семьи с низким уровнем дохода. Однако у этой инициативы нашлись и противники, которые утверждают, что граждане берут кредиты по собственной инициативе, будучи в здравом уме. А потому нужно не ликвидировать закон о микрофинансовой деятельности, а лишь внести в него изменения. Выходной предлагают давать тем, кто пришел на избирательный участок. Депутаты Госдумы, выступающие с такой инициативой, уверены, что это позволит увеличить явку на выборах. В последнее время она становится все более низкой. Влияет на это и период выборов, и отсутствие стимула. А потому тем, кто изменит свою гражданскую позицию и посетит избирательный участок, предлагают давать дополнительный оплачиваемый выходной. Для этого необходимо получить на избирательном участке документ, подтверждающий участие в выборах. Он и станет основанием для работы дателя. Причем выходной этот не сгорает в течение всего года. Авторы закона надеются, что уже к единому дню голосования в 2016 году он вступит в силу.